Я тут нахожусь и всегда полмесяц видно. Замечаю, что полумесяц он не только на мечети, но и в небе. Это так прикольно. Я купила пахлавы. Сейчас я ее показать не смогу, но мне ее запаковали в коробку. Завакуумировали еще. Она размером с мою голову. Сейчас попробую сюда зайти. Здесь места, где можно оставить обувь. Я точно знаю, что оставила в 77-м. 77. Вот так вот забираться. Все, здесь уже одевать можно. Объясню, почему хотела плакать. Потому что, пройдя весь день, я, во-первых, очень устала. Ну, я иду, я не знаю, на каких силах я иду. Мне кажется, что они давно кончились, но они откуда-то берутся. И получается, что в эту Софию я хотела после дворца Топ-Капы. Я сделала попытку сюда дойти, но все перекрыто, чтобы толпа шла определенным образом. Я просто не смогла. Я шла-шла и понимала, что все, я не могу идти, потому что у меня впереди очень долгий путь. Пешком до Галата Тауэр. Ну, конечно, засела где-то. Ну, конечно, хотелось посетить, но я отпустила полностью. Нет и нет. В итоге я прошла потом очень долгий путь. Раз уже прям вот, я прям у отеля такая думала, дай-ка я зайду, вдруг не закрыто, вдруг попаду, просто посмотреть. Думала, что здесь какая-нибудь очередь большая, то не пойду. В итоге я захожу, очереди нет, она открыта. И у меня нахлынули чувства именно такие, что я все-таки ее посмотрела. То есть я все-таки смогла, я успела. То есть даже этот пункт закрыт, то что ты такая молодец. Я только сегодня сняла. Я не знаю, кто досел, но они где-то есть. Это замечательный был аттракцион. А здесь вот Хюрем Султан Хамам. Вот этот Хамам Хюрем Султан, я думала, интересно, это правда Хамам так называется? Или действительно какая-то там секция музейная? Думаю, да пойду, спрошу. Зашла, спросила. Это просто Хамам. Птицы летят в 10 с небольшим утра каждый день. Их вот такое количество вообще. Вон они вон там. И не кончаются вообще. Все, все, не последний день. Через час, где-то даже когда меньше, меня уже собирают в аэропорт. Я собралась. Через 5 минут меня забирают. Пропрощаемся с этим видом из окна. Я уже в аэропорту. Все, очередь. Говорюсь. Все, билеты получила. Просила у окна. Говорит, нет, у нас автоматический выбор. Ну, это вранье как будто какое-то, не знаю. Короче, не у окна. Сюда летела, у меня чемодан был 10 килограмм. Обратно летю 12. Наверное, впервые такое. Но не 20. Попадаешь в лучи, Селину, Луи Витон, Диор, Сан-Лоран, Эрме. Боттега. В общем, все такое дорого-богатое. На порту получаются вот такие наборы. Спуховая продается за... А, видите, какие цены. Какие-то бабочки еще здесь. Не знаю, что это. И куча-куча наборов. С нахотл-богом. За 65 евро толстовки. Вот такие. Вот мальчики такие. Красивые. Кажется, тоже красиво очень. Опять же, они симпатичны, когда они все вместе лежат. А когда ты привозишь домой одну, и как бы куда ее девать? Никасу, не городу. Вот эти красивые. Боже. Кот и чай. Турнадский. Какие-то сыры, но они там есть. Все бесценное. Вот нашла цену. 21 евро. Вот это маркетинг-выход. Обычная соль. Но за 30 евро. Ну ладно, есть за 7. Но есть за 30. Смотрю браслетики. Вот этот симпатичный. Вот этот симпатичный. 9 евро. Стоится тоже. 9 евро. Но 6 евро. Скоро откроется здесь ресторан. Но среда. Симпатичная такая кондитерская пекарня. О, там какой-то фонтан. Как будто бы вода, но не вода. У меня в билете написано, что у меня выход Д-14. Хорошо, сейчас я посмотрела на табло. А Д-6 в итоге. Как не получилось, что у меня здесь интернет почему-то, я не знаю. Я уже даже пришла в автомат. Получила код специальный на интернет. Вот, здесь есть такие автоматы, сканируют свой паспорт и тебе дают код на час бесплатного интернета. Как я и говорю, у меня ничего не подключилось. Ну вот и все. Мой самолютик. Здесь вот это меню, такой издевайзер, контейнерный пассивный. Другой экран, когда я сюда летела, был такой более старый, с пультом. А здесь нет пульта. Получается, здесь все сенсорное будет. Очень макро. А вот все, пошли, поехали. Чемоданчики. Вот зона прилета и сразу я враспар. Офигеть. Да, обычно я враспар. Все, прилетела. Пойду вызывать такси. Короче, по поводу того, что выходишь из тела прилета. Сразу, короче, магазин спар. Это, мне кажется, гениально. Так вот люди приехали, но их дома есть, ничего нет. Именно туда даже ездить не надо. Они вышли, сразу купили. Все, и домой поехали уже сразу с продуктами. И сами работают и приходят здесь, покупают. Мне кажется, это гениально. Молодцы. Здесь, как всегда, хочет народа. Вызвала такси. 5-7 минут, 2 тысячи рублей. Несмотря на то, что это Шереметьево. И это самый ближайший аэропорт дома. И это самый ближайший аэропорт. 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 И это самый ближайший аэропорт.